с двумя а там есть у вас я поставил на обложку не просто рычат друг на друга я хочу побольше моментов симбы потому что наташа и дима ниша не снимают вообще ни в таком виде не символа не совсем правильный наташа смотри как герпулех идет я бы сказал я могу дышать веревку так лететь он двое телегопер для этого, по другую сторону идет спокойно ну вот, значит не надо лететь, дайте тебе он вот реально поймал страсть и большая корка, вы тут читаете друг на друга Ты его стрессируешь, тебе нельзя его в зоне комфорта держать, это Дима рассказывает. Пойми, это животное очень серьезное, эти аудиозаметры, что я одно про это написал. Серьезное животное в зоне комфорта будет на тебя нападать. Всегда, он и так будет на тебя нападать. Тебе раззади уже, чего-нибудь так, пошли. За счет того, что ты лишаешь его зоны комфорта, он становится мирный и нормальный. Он не заморенный, у тебя он абсолютно здоровый. Он просто понимает, что ты его надежда и опора. Ты его оберегаешь. Да кот сзади, кот сзади. И он становится ручной таким образом, это элемент приручения. Смотри, сзади. А, ты его знали, ладно, сзади. Вот решение кота в зоне комфорта повторяю, это ключевой момент. Это просто ключевой момент. Если он будет в зоне комфорта, это будет второй речь Севастопольский. А что, или второй Лондон. А речь Севастопольский изолятор. У меня был эфир, Глеб. Вышли из спортивной школы люди, которые с Крыма приехали. К каким-то там своим спортивным программам. И они говорят, а мы знаем реча. Он говорит, что дома милый, но он никого к себе не пускает. А, в смысле, других не пускает. Да, да. Вот это как раз называется изоляция. Вот правильно берет, правильно берет, красиво берет. Очень мало кто умеет правильно Пуму брать, у кого Пума живет. Пойди рядом со мной, Пума пойдет. Пойдем, пойдем. Вот это прям глаза радуются, когда я вижу, когда Пуму правильно берут. Ты сейчас пойдешь. Пойдем. Ему надо понять, что сзади большая кошка, это опасно. Но он идет рядом со своими любимыми родителями, они его не дадут в обиду. Традиционно просто по лесу. Блесень, да нет? Ну и традиционно. Ты видишь, ты не потворствуешь, чтобы делать нельзя ни в чем случае. Тебе надо продавливать его, потому что потом он будет, когда у него половое созревание будет начинаться, вне зависимости от кастрации, я замечу, он потом будет продавливать очень сильно. Руки встутят. Ну что, у меня есть, да, ну пожалуйста. Вот у меня есть, он идет не мешаем. Ничего тебе плохого не делай, ты так опасаешься слегка, у тебя просто будет приходить нюхать. Так и не бойтесь. А что, собак надо бояться? Конечно. Вот я хочу. Он тебе никогда ничего плохого не сделает. Ты, во-первых, мужчина, а во-вторых, ты со мной разговариваешь. А у вас тоже домашняя. Это, конечно, домашняя. А, он, запах это, симбы. Он нюхает мужской запах. Запах симбы здесь. Руки мужчины, штаны мужчины. Он привык к этому. Да, уловил, да, симбу. Это специфический запах, к нему другую он увидел. Да, да. Он в этом пасте открыл. А можно с аторофией? Пожалуйста. Никаких проблем. Какие у нас рисунки от двери бегают? Никаких проблем, пожалуйста. Они не бегают, они гуляют. Да, ну гуляют, извините, не такой рыберут. Так, в коем случае не давай ему своему маму жить. Не безнадо. Давай ему своему маму жить. А что он такой-то? Открывает рот. А это органы Якобсена. Да. У них во рту выполнительный рецептор для запаха. Когда нравится запах или какой-то интересный. Специфический запах. Специфический запах. Или очень резкий, или неприятный, или незнакомый. Вот. Вот так вот должен делать симба, потому что защита. Это грумин кошачий, это не ласка. Это сигнал. Это сигнал общения. Там второй котик маленький гуляет, который между собой даже не родственники. Вот у тебя просто будет все то же самое. Они закладываются абсолютно идентично. Ну вы откуда-то приехали, да? Я в Кунцево живу. А, я знаю. А товарищи в Московской области живут. Я первый раз здесь вас встречаю. Я из Кунцево приехал пересечься, просто мы посередине. Они у Внуково живут, а я в Кунцево. Вот у Солнцево в середине получается. Несут. Меня вы легко найдете. Я в Инстаграме есть. В Яндексе можно зайдеть. Кунцевская пума. Про него там куча информация. У тебя хорошая. Ну там все равно скажут, что это очень страшно. Свой обмазок в двери. Там писается прохожий. И вообще там... Такого вы его узнаете? Он нечет на ситуацию. Он у нас про себя такого не знает. Вот они вдвоем рычат синхронно. Жаль, это микрофон не поймает, наверное. Большой кот. А это маленький. Но будет тоже большой. Гера сейчас ругается. Я смогу это перевести. Потому что мало того, что здесь идет пума, так она еще и не... Да, если бы шла. Если бы шла еще хотя бы. А ты что ругаешься? Тебя же на руках несут. Так на руках несут. Он ругается, потому что ему нравится ситуация. Он, конечно, не приют. Я не повторяю, это очень важная работа, которая это повторит. Потом после полугода не будет. Это только закладывается. Это пума, это не рейтинг. Но нету пистовчик, отдельный кот. Так. Наверное, разворачиваться. Дорога слева, там кто-то все правил. У меня главное, конечно, сердце на камень с неба. Что-что Гера не бросился на Симбу, как на маленькую кошку. То есть он понял, что это пума. 100%. Не стал трогать. Симбочка, ты такой милый. Вообще милый. Такое знакомое у тебя лицо. У вас милый-то, честно, такая одинаковая. Просто смотришь на лицо пумы и все мысли ее доведут. Угу. Да, он очень быстро ходит, на самом деле. Глеб, нам туда еще надо будет завернуть, чтобы на машину не опираться. Ну вот, вон тропинка есть. Можно с детьми с фотографиями? Нет, с детьми точно нет, он не любит детей. А мы к машине или в парк? Куда я видит? Куда мы идем? В парк, в парк. Туда-туда. Сами можете подойти, погладить, а так он не фотографируется. Это вот, может, не товарищи, с маленьким. Где не разрешат детей сфотографироваться. Мои детей вообще никак не любят. Я так он видит. Тут немножко скользкая эта поверхность. Мои любимые. Так, я... Выпах... Сергей, вы можете пройтись, я поснимаю с ним. А, да, 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 да. Это маленький. Да, не трон, не бойся, это маленький. Только не кусается, да? Стой, 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 стой. Стой, стой. 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 Мыyan cared. Или папа, да? Стой не отдай. Така exhale. или большой большой брат вот иди с ним да здесь такая почва что осторожно сапога очень страшно симбочка тембичка лишь геры нет рядом он спокойно ведет да да точно боится гер он идет спокойно вот сейчас гера вон идет обратно сейчас вы станет как в копаны конечно большой сейчас сергей скажу это слова скажи я не боюсь до при определенно реагирует на геру вот когда вы ушли он стал ходить бегать начнется где-то подальше идти привык нельзя давать ему повторяю зубы комфорта нельзя это иначе он не вырастет нормальный желатный поток вот здесь где он идет на свободном полоске этот по парку гуляем есть тоже дима значит которого геркулес очень любит все время трется него значит но мы сделали попытку далее поводок диме значит и сказали давай гулять вот вот как раз такая же ситуация была геркулес пошел откуда там забором куда-то цене делам то что сергей сергей может отпустить с поводка он так бы так же будет идти не то что воспитывать надо это понятно любой животное нужно воспитывать независимо большая кошка или маленькая я с этим согласен но в то же время я думаю что стрессовать надо тоже по минимуму мне кажется любой стресс может перерасти в агрессии ну здесь баланс как у человека любой стресс перерастает в агрессии дома по двору у нас двор огромный там порядка 50 соток он было подару спокойно гуляет и собаками со всеми у нас алабай маламут и акиту и ну вот с тремя с ними тусуется вообще без проблем коса о хоть потрогать нету не конечно не терпится не бывает за уши начинает брыл и собаки терпят но они воспринимают как маленького я сильная ничего плохого не сделаю но я сильный тут важный момент когда они вот так вот навстречу тебе идут назад никогда нельзя землю копытом роет бегать хочет это не удовольствие так самцы взрослые отмечают свои не удовольствия у зубкова можно пролез посмотреть он там показывает куличу к который роет и говорит вот так вот сейчас лев показывает что нападет на самом деле это не обязательно что нападет пропала собака плюс ребенок у нас маленький ребенок 6 лет вот сергей говорит что детей аккуратно нормально с ребенком нормально будет если они с детства воспитываются и нормально с ребенком они играют вместе они бегают друг за другом как два дурака по дому один за другим потом то они таки будут а круги нарезают и вообще ну да бывает во время там игры там он может при обнять там прикусить это понимание форма общения такая да 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 у них же это прикус у них же нет рук у них лапки и у них именно вот прикусывание это как мы трогаем ну предмет трогаем рукой да вот такой же принцип у меня есть знакомый у него тоже пума 4 годика и почти пять уже значит и сына тоже почти пять вот они вместе выросли и до сих пор они вот как два брата вместе борются играют хотя он гораздо крупнее уже сергей постоянно говорит наташи не надо к ребенку пускать а мы например я не запрещаю если с детства они как бы постоянно вместе то вот воспринимать как своего они даже игрушки делят как странный прошел по моему пьяные сигареты игрушки даже делят да 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 на двоих делят один с одной стороны другой другой не дают друг другу слабину вот ну и собаками на ребенка сколько шесть лет единственное только вот что я заметил люди приходят разные домой приходит там друзья товарищи мои вот он избирательно кого-то подпускает к себе а кого-то категорически нет это необъяснимая вещь это для каждого животного и мы знаете кошка и собака супруга прослеживать что вот кого он к себе не пускает на самом деле по энергетике человек такой тяжелый и такой ну не очень чисто в этом плане и вот он прямо избирательно не подпускает себе ну можно сразу это фильтровать до фильтровать так это будет нашим другом так это присмотреться так что животные чувствуют им лучше чем хотя люди люди тут гораздо умнее чем их доктор по хотя люди тоже это чувствует но заглушает этот свою интуицию какими-то излишними раздумиями мыслями да если да если освободить разум ту интуицию у нас не меньше чем живут он у нас вольер большой где-то метров сто вольер построили большой и внутри береза растет воду может прям часами на ней сидеть он залазит на нее прям и висит ну они же пумы до древолазы и еще мне еще нравится мы ему навесили этих гамаков вот он любит в гамаках кататься вольер классно и боже на дерево но он далеко но он сильно не может у него как какие-то пострижены не лазит так вот но все равно не особо удобно когда у нас береза высокий вот так вот такая прям налазит далеко на него класс это да мой пример для подражания навернуться с кровати неплохо переломался такой дека у марселя такая же история был тоже полома у бобка т.в. есть такой был ой ой с разбега запрыгивает на деревья такой посмотрите как-то как-то гласки одела первая уже задумывается не пописать но пока не готов ну пусть подумает подумает еще время есть у нас конечно конечно что он что там сделал перед дорогой народа собаку испугалась собаку испугалась и Симба собаку испугалась где собаку что мой картина что хочешь еще залезать на дерево вот в отношении пума мне хочется вот не пыть тебя и твоего мужа в одну вещь потому что у него источника нет у тебя наоборот ой ой какой класс класс один раз на дереве вроде попал как-то да 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 ты его напугать решил напугал веру что это пение нет они так разговаривают это коммуникация первый сигнал первый сигнальный язык а самоедик точно это швейцарская по моему вообще самоед 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 похоже это что слепо Симбочка котичек маленький кисонька собаку не проверяли собаку а там он вообще по барабану подходит собаку Симба Симбочка Симба Симбочка Симба Симба а ты пойдешь на маято смотреть Симба 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 это два котика симбочка симба симбочка симба гера гуляет он тебя вообще не трогает собака не брешет это уже один слышишь меня? не серьезно сказать маму по пустам пошли хотел я по асфальтовым дорожкам погулять помните, Глеб, да? а все равно мы вернулись к лесу пошли пошли, да не трогай смотри, какая яма геркулесная знаешь, сколько всего сделать можно даже потратить ну раз можно, прыгай смотри аккуратно, там бутылка разбитая да, бутылка я думаю, она не одна таков тут народный обычай разбитие металлитета на счастье я раньше яму очень любил в плане того, что это большие лотки он был пятнистый тоже, потом пятнышки пропали пожалуйста, пожалуйста, черт был пятнистый потом пропали, да? у него еще пятнышки есть, если его вычесать вот, смотри, вот пятнышко, например вот пятнышко они прям немножко нет на животике у него пятнышки такие горностаевые черненькие ревнует еще три главных пятнышка кончик хвоста и щелчки ну, ушко тоже пятнышки на самом деле а, да, ревнует точно вот и все, все пятнышки ты когда гладишь, смотри, ты тебя подходишь вот так выверенную другую чтоб чуть побольше с вискосом перестарались перекормили был маленький стол большой много кушал да, кота они есть мне кажется, собаку надо отничьей больше между породами вот поэтому я когда представляю, что она 3 килограмма вырастет что это такое? мексиканцы мексиканцы они вот так потому что они у нас больше не ртом орудует а лапами ой, они у тебя кастрированы сразу же говорю готовься сейчас в приключении таких я только сейчас это узнал Наташа, видимо, в ночь не говорила после кастрации у них компенсируется выработка тестостерона на стороне агрессии как у Лондона есть поэтому сейчас надо очень внимательно к этому относиться это может у него как у УЛО отстремнуть это надо у Наташи написать мне спросить когда у УЛО пошла более активная фаза атак сколько было времени потому что яйца на самом деле их успокаивают поэтому у дрессировщиков профессиональных все животные не кастрированы это не по идеологическим так сказать по соображениям он канализирует что? когда он был каком-каком знаешь как он ходил к стене поднимал лапу и все увидел сейчас когда кастрировали он лег хрен знает ну и люди начинают это просто воспитание потому что по жопе надо навешать ему за это пару раз как следует и они не метят в этом возрасте если ты пообщаешься с какой-нибудь там по-моему Линкс Вульс она тебе скажет что не метят они в этом возрасте другое не метят ну тут смотри прогрессию надо быть очень осторожней потому что у них она либо за Тевакина смотреть либо мне на слово поверить потому что она не канализированная будет так нам надо все-таки как-то идти потому что Гера вообще недоволен недоволен по жизни да ты иди и ты тоже пойдешь да давай я вперед покажу пошел Герочка пошел не бойся пойдем такие лапки у него толстенькие вот только уходит он сразу да сразу пойдем теперь папа по кускам полазит а это специально шили комбинезончик нет я сегодня его купила в магазине он еще сопливый чуть-чуть чтобы точно котяра не переохладился на прогулке учитывая что он да вот сойервишкой у нас был дома мы его надели в курточку заехали просто в четыре лапы первым месяцом четыре лапы он нормально дает одевать да спокойно он больше кстати не любит ошейник когда одевают а вот одежду все очень спокойно да прям удивительно ошейник поводок пристегнут так тяжеловато он заваливается на спину и пытается показать характер ух мне вообще то не нравится моих я жалко с Пошел. Сидь. Вот вам и сюда, с дорожкой. Иди сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли. Ну, что за дела? Держи, нет. Он ушел вот туда. Он высматривает, высматривает. Опа. Он на дерево запрыгивает. Ой. Хм. Пойдем. Угу. Себа, она-то несерьезна. Хм. А сам любопытный, самому интересный Субтитры сделал DimaTorzok Ого сусанин завел нас мероприятие по кустам таскает и я веду его и иногда вот в кустах вот, да, не только какой-то перебиваю или какой-то да, да, да кусты лазят, да, да лазят по кустам да, к людям нормально он не боится людей да, симбочка сейчас она иду кусты поглубже и погуще гладкая, скажи, цепица нечем, мать, как ты подстреливай зая, маленькие собачки ага, а он их не трогает он же на них никак не реагирует только пошипеть может на самом деле он тут побежит да, конечно ознакомится смотри да, побежит пойдешь смотреть собачек здравствуйте не бойся не бойся, он не тронет да уж не бойся не гидли не тронет так познакомиться хочет он нас с собаками совсем дружит ага маленький дружит, наверное ой, такие маленькие вообще пума смотри, какие собачки кольцовки такие а это большая пума уже это просто взрослая версия чем не отличается кроме возраста кто из нас больше всех боится лица если собаки не лают значит особо не боятся вон, вон, вон они первый раз видят, да, наверное конечно они даже кошку вблизи не видели мама, спаси мама, спаси о, уже скажет что-то не то смейте на ручке иди убойся ой, маленький девочка мальчик, да? девочка, да, это мальчик они будут сфотографировать конечно мальчика тоже максимального размера больше не вырастет мальчик да, они оба подросли а им полтора года уже всем поинтересуется вроде бы ой ой не бойся тебя взять, да, на ручке мама, мама, спасибо Захар, сфотографируйте, пожалуйста ван, да? да секунду, включу только ему интересно остается в рамках я не фотограф но я вот уверена что присесть надо сделаем да я тоже не подолк я его просто взял ай, ай просто у меня трансляция и на свой телефон не получится ай убежал казалось да все думаю недолго он сзади Захар с другой стороны встань, пожалуйста в квартире живет этот если интересно бумагерку лес через яндекс или инстаграм найдите пошипеть пошипеть ой ай не успел солнцево посередине между Кунцево и Бунцево мы посередине не пересекли Сыночка в Бунцево живем товарищи встретились третий или третий да? да ну познакомить животных нечестно и в Москве немного субтрих наверное в публичных меньше десяти чтобы гуляли так сказать среди смертных людей вообще мало пописать лучше а что они гулять не 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 трогают ну людей не трогают но понимаете общественное мнение не каждый человек готов принимать этот удар у нас головок столько заблудений всяких чтобы под башки нужен это дело ну пусть они лучше будут иначе в каждой квартире будет жить ну что даже если в каждой квартире не понятно собак тоже может жить в каждой квартире не все собак любят не все кушают оно же понимаете субъективно если это никому не мешает фактически а не морально почему нет я же говорю кусты погуще нужны а а а а ну ладно ну ну Наташ ты меня никогда не смотришь не смотришь не смотришь все просто не смотришь ты могла без кустов гулять в моем парке могла поехать в МГУ и блистать как звезда он он не смотришь тяжко очень он совсем окрый это нормально приучаясь все что ты вкладываешь в Пума возвращайся пойдем пума пумами гуляем тут надо по их правилам это нам удобнее по асфальту а им по кустам но на дерево тоже может залезть но я скажу это впечатляет когда своими глазами и ты находишься вблизи такая сила такая мощь когда в доли секунды это надо сидит ну как стоит точнее сверху хорошо видно диспозиция хорошие чего не стоять собачка красивая конечно симба симба какое дерево я мой красавчик красоты невероятно что глаза такие прямо ничего я думал ты потерялся потерял нас в лесу смотрю все тут пойдем ты вот в этот сегодня на прогулке узнал что такое деревья они тебе очень полюбили в смысле узнал он по березе бесконечно лазит по нашей я никогда не видела такого интересного около каждого останавливается пытается залезть ну по эти больше чем береза толще пойдем симба нет я не пойду в кусты ну серьезно это уже как бы не смешно иди сюда иди ко мне саблезубый шлепа туда ушел как-то однажды чуть не стал обладать им сравнительно большой кошкой конкретно этой самой рыси да у меня знакомые охотоведы штатском хотели мне подарить сначала мне подарили котенка кошмарик а вот которым я уже скоба там скоро 18 лет как живет до коротким хвостом такая и он сахалинской области отловили в лесу и притащили котенок по нашу по ночам не пляски песни дискотека жить невозможно в квартире с таким котенком они обходным маневрами через других людей мне втюхали симба такой выглядывает симба 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 вот короче говоря за этом детей много я после этого не дети сплошные да парк маленький найдем это уж точно не проблема здесь да здесь это не пройти а а если позвать подойдет сейчас я сейчас должен сейчас подойдет донесу дают маленький застрел котик держись за дерево герой гера идет симба я в домике меня меня нету не давал носить ну симба ручной значит там везде есть свои плюсы и свои минусы отдельная большая тема ну иди да я трогал хорошая такая проходить хозяин там непонятно хозяин это основная проблема чей-то хвостик висит пока маленький то хорошо вам потом не поносишь так на ручках 70 килограмм а то и 80 ой 50 не боится нет симба симба ой и полизать прогулка по парку кто-то носил так долго а по лекции хозяин да и но она идет идет устала легла значит он на ручке а там уже килограмм под 40 мы сейчас весим 18 килограмм вот и как рекордного размера майкун поменьше будет что действительно часто на геркулеса говоря 30 в кунцево в парке идешь у рысь но где 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 горкулеса и где рысь даже близко о белка 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 симба мышка старший брат и младший брат что-то летать летать вообще не за то сложно почему с собачкой можно гулять а с ручкой нельзя где же социальная справедливость что-то летает они болеют они сейчас здорово у нас не получается наедет не получается на свое можно поедать на мое Дима сколько ему? 5 месяцев 5 месяцев а там уже третий год уже сейчас взрослые не они не взрослые просто познакомить в том году не гулял как на кошек как на кошек он же сам кошка вон белка заметил заметил кстати смотрит на белку мне к людям собака не агрессивна абсолютно раньше видел белок симба кто это? как бы дрессировщица из цирка за проспектом врет что это самый страшный самый невоспитуемый что там вот смотрите я единственный белка сидит что они там хвост заденьте тут же убьют там ну врет как всего мере он ваш покорный суда несколько раз он хун за хвост дергал у них как видите в дороге морда красная ни одной царапины нам нет дома сидит белка еще не знает что он может забраться за ней думают ну собака там сидит себе на земле она не в курсе кошка и кошка а вот подожди а симбарик виден далеко вам видно белку нет? видно видно видно? 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 ну вот она между двумя деревьями видишь? 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 а вот видишь это больше им понравилось то Взрослая много, килограмма полтора-два мяса. Захар, Захар, можно сфотографируйте мне атмосферу. А там еще дальше будет. Это пять месяцев. А зовут как? Сима. Это божественное имя. Божественное? Да. Ну там что-нибудь выберите. В Абхазии там один назвали дочь в Симе и сказали, что это какие-то есть легенды. Это будет очень такое имя. Да. А кстати, да, действительно. Да. Вспоминаю. Непростое имя. Это он познакомиться нибудь. Если он подходит, это хорошо познакомиться. Он побольше туда смотрит больше. Я устал подходить. Невероятные красоты конечно. Спасибо большое. Да нет. Так а где Гера? Не знаю. Не знаю. Найдем. Причем все. А все, Гера-то нет. Что Ричард? Ворчишь. Он хочет там, где кустарник погуще. Я думал он как садится. Поставим снимать как-то. Как-то неправильно. Ну пойдем. Попытка такая. Энергичная. А все, а получается. Здравствуйте. Ума? Мальчик-девочка. А вон большая. Не бойтесь, это же не собаки Да, он за белочкой следил Да, прямо такой Сейчас дойдем, сейчас дойдем Давайте я скину, сохраню У нас все неизменное Продолжение следует